Здравствуйте! Я Анастасия Емцова, а это информбюро программы «Чистых новостей». И вот какими событиями запомнится сегодняшний день. Сорвало крышу. Из-за сильного порыва ветра здание многопрофильного колледжа лишилось своей шатровой крыши. К счастью, в это время шли занятия и никто не пострадал. Все ученики эвакуированы. С места событий Алексей Порсиков. На что в Ставрополе идут люди ради алкоголя? Вы можете узнать, посмотрев сюжет Романа Шаповалова. Сегодня чиновники Ставропольского края проверили, как идет работа в лечебных заведениях Труновского района. Отметили все плюсы и минусы. Подробности в сюжете у Анны Кривецкой. Завтра небо затянет тучами, а вот пойдет ли дождь, узнаете в конце программы. Сорвало ураганы и порывы ветра. В прямом смысле слова снесли крышу со здания колледжа в северо-западном районе Ставрополя. Люди не пострадали, а вот нескольким машинам ремонт предстоит. Еще во многих местах города на автомобиле падали деревья и даже целые кирпичные стены. Алексей Форсиков с подробностями. Нет, я не пострадала. Я просто приехала на работу и вела занятия. Когда снесло. Ну, учитель, конечно, я целая. Ну, вы же знаете, учительский труд, сколько нам платят, чтобы купить эту машину. Я еще за нее не расплатилась. Ее уже нет. Ольге не повезло больше всех. Рухнувшей кровлей ее старую иномарку накрыло полностью. И во сколько обойдется ремонт, неизвестно. Главное, сама в порядке. Еще одному автолодельцу тоже повезло. Его просто не было в машине в тот момент, когда с крыши здания прилетел целый кирпич и, пробив лобовое стекло, приземлился на сиденье. Что было бы, сиди кто-то в машине, представить несложно. Все это последствия сильнейшего ветра. Он сорвал шатровую крышу со здания колледжа на проспекте Юности. И только по счастливой случайности все это произошло во время занятий, когда все были в классах. Звонок развернился, дети ушли на уроки. Здесь никого не было и вдруг в руках. Разрушения огромные. По предварительным подсчетам спасателей, площадь сорванной кровли до 400 квадратных метров. И еще нужно разобраться, почему ее сорвало. Потому что вместе с листами железа вырвало и кирпичи. По словам директора колледжа, кровлю делали 10 лет назад. И гарантию подрядчик давал. Только закончилась она давно. В прошлом году у нас появилось немного средств. Мы перекрыли металлом и сделали водостоки нормальные. Ну, как нам сказали, что все нормально. Зимой были ветры и осенью сильнее. Все было нормально. А ремонт выльется учебному заведению в солидную сумму. Ну, я не знаю, но примерно по тем старым расценкам, то это обойдется миллиона два-два с половиной, не меньше. Ну, а пока спасатели вместе с пожарными закрепили то, что осталось от кровли, чтобы больше ничего не улетело. Но это не единственная напасть, которую принес в Ставрополь ураганный ветер. На улице Новой упал целый кирпичный забор. И тоже на машину. К счастью, без жертв. Только капот помят и зеркала отвалились. И еще. Деревья падают, как сосульки, жалуется Сергей Николаевич. Сегодня у него жаркая смена. Еще только обед, а у него уже целая очередь из адресов. Смотрите, Ботаника 12, Ленина 393 и Морозов 49. Это вот этот адрес. То есть сегодня уже четыре адреса. И Карломарса 86. И поэтому адресу жертв нет. Только одна машина, новенький Hyundai, сильно пострадала. В службу 112 поступил звонок от соседей. Сухое дерево, сообщили они, вот-вот рухнет. Вызвали нашу вышку, хотя сейчас опасно очень работать при таких порывах ветки, высотной работы. Запрещены. Но мы, тем не менее, чтобы никого не убило, вызвали свою технику. И начнем сейчас убирать вот эту угрозу падения. Предотвратить. До этого мы приехали, начали стучать и просить убрать машину. Охранник вот этот человек, он звонил сейчас хозяину. И говорит, убери машину, убери машину. И при нас оно начало трещать. А отломилось, крутанулось и упало. Только вот куда смотрит горзеленстрой. Эти коряги держатся на одной коре. Внутри сплошная труха. Это что? И это вот, посмотри. Это же все огневое, вот. Владельцы машины в растерянности. Железного коня, конечно, жалко. Да и страховка простой ОСАГО. Сейчас их волнует два известных вопроса. Кто виноват и что делать? Ведь ни коммунальные службы, ни ЖКХ не реагируют. Потерпевшие собираются обращаться в суд. Даже красная линия, в администрации даже, вот, или зеленый хвост, как он называется. У нас какая-то служба есть, которая за это все отвечает. Погода же пока не собирается становиться весенней. Синоптики обещают ветер до выходных. Такая ситуация продлится еще два дня, как минимум. Сегодня и завтра ветер будет порывами до 15-20, а отдельными порывами до 22-23 метров в секунду. Затем ветер начнет постепенно ослабевать. 18-19 порывы ветра не превысят 15-17 метров в секунду. А в выходные дни можно надеяться на то, что восточный ветер будет умеренным 6-11. А сколько еще автовладельцев пострадает в ближайшие дни? Остается только гадать. Да уж, погода действительно подводит. И вот сегодня власти Ставрополя приняли решение возобновить отопительный сезон. Погода изменилась в худшую сторону. В администрацию стало поступать достаточно много обращений. Причем обращения идут от ветеранов, от семей с маленькими детьми. Поэтому мною принято решение отопительный сезон возобновить. До тех пор, пока в городе не установится устойчивая температура выше 20 градусов. Сейчас службы соответствующие занимаются. Я думаю, что вечером у жителей города Ставрополя в квартирах батареи будут горячие. Ганноверская выставка завершилась. Делегации стран-участниц вернулись домой и сейчас подводят итоги. С этой же целью команда от края собрала представителей СМИ на пресс-конференции. Во сколько оценивается КПД нашей экспозиции, с какими проектами вернулись в регион. И кому первый зампред пообещал за работу в Ганновере хорошую премию. Татьяна Федорова интересовалась итогами. Хочу сказать, оценка хорошая, если не сказать больше. Потому что впервые Ставропольский край представляет промышленность своего производства, инновационные проекты, новые программы. Поэтому это очень здорово. А планы, конечно, надо больше сегодня вовлекать предприятия, промышленников. Это оценка главы региона с места событий. А вот так о коэффициенте полезного действия Ставропольской делегации отчитывался первый зам Виктор Шурупов на пресс-конференции сегодня. Именно этой выставке эффект близок к максимальному. Мы не ставили себе задач сиюминутных. Мы ставили задачу, первое, представление Ставропольского края как интенсивно развитого региона. Второе, посмотреть, кто сегодня представлен в мире и какие тенденции в экономике, особенно в промышленном производстве. Это тоже удалось. В копилке краевой команды заинтересованность компаний Бибраун, Сименс и Глобал. Желание посетить край и ознакомиться с его туристическим и промышленным потенциалом выразил куратор связей с Россией, исполнительный директор Восточного комитета экономики Германии Райнер Линднер. И Крис Бенгл, знаменитый дизайнер, известный своей службой на посту главного дизайнера BMW Group. Серьезные перспективы у края в сфере нанотехнологий и авиационной промышленности. Здесь подробнее. Александр Бегак, инженер-конструктор. Один из участников Ганноверской выставки. На вопрос, что удивило президента, ответил. Беголет. Я в прошлом году летал в честь инаугурации его. Мы установили два достижения мировых по скорости и по скоронабору. Теперь это как бы в нашу копилочку вошло. До этого это американцам эти достижения были. А сейчас мы сделали более удобно. Например, вы в городе где-то живете, вам надо ездить, например, в соседний город. По городу проехали 40 километров, он пока идет на одной зарядке. Поляночка нужна небольшая, где-то 50 на 50 метров. И он взлетает, летит, заряжает в этот момент аккумулятор, потому что второй двигатель работает, и там два двигателя. И приземляется практически на ограниченную площадку. С легкой руки российского президента беголет полетит на международный авиасалон в Жуковском. Впрочем, к фанатам гибрида присоединились даже первые лица Германии. Министр транспорта и промышленности Германии. Он сел, он вот так его ходил, гладил, гладил, потом в него залез. Ну вот, не буду открывать сильных, больших секретов, но вот от него как бы есть интерес на приобретение рассматривается. В рамках выставки наша делегация побывала на судостроительной верфи в городе Бременце для посмотреть, как построен механизм точного немецкого бизнеса. За несколько дней до нашего визита была спущена на воду яхта, которая была там построена. На сегодняшний момент она отобрала пальму первенства по величине у яхты нашего соотечественника Абрамовича. Заказчиком этой яхты был предприниматель-олигарх из Саудовской Аравии, длина ее 183 метра. Это показатель того, на чем специализируется это предприятие. Предприятие готовит очень высокотехнологичный продукт. Помимо яхт, там готовятся и делаются военные корабли для армии Федеративной Республики Германия. Так вот, нам было очень интересно посетить это предприятие, которое уже начало реализовывать, у них называется Lean Consulting, система бережливого производства. Для края эта тема тоже не новая. В нашем регионе есть два предприятия, которые уже работают по этой системе. Но мы, конечно, хотим, чтобы таких предприятий было гораздо больше. Нам организовали обучающий семинар, очень полезный. Продолжение этой темы будет. Будет уже буквально в течение ближайшего месяца. Приедет сюда президент компании ProLin Consulting Томас Хоффман и организует семинар для всех желающих руководителей наших предприятий. Причем, что очень важно, мы договорились с ним провести этот семинар на бесплатной основе, безвозмездно. Уже потом, если заинтересуется... Будет премия вам, будет премия. Спасибо. Среди других результатов работы Ставропольской экспозиции, кстати, было непросто получить в экспозиции центральное место. Это тоже заслуга организаторов. Так вот, среди других результатов заинтересованность в совместной работе Ганновер-мест на территории Ставрополья. Мы получили предложение от Мюнхенской выставки, которая в осень планируется. Теперь к нам, если вы в Ганновер едете, то к нам тоже, нам тоже нужно, нам тоже интересно. Мы получили, наоборот, встречное предложение от директората Ганноверской выставки. Если вы знаете, что мы строим и закончим в этом году, надеюсь, по крайней мере, все к тому идет, выставочный центр на Кавминводах, и с 2014 года пойдут уже запланированы две крупнейших выставки. Так вот, мы получили предложение от Ганновер-места. Они проводят, ну, не в таком объеме, не в таком масштабе, но проводят и по миру, представляя своих производителей, своих, так сказать, инвесторов. Поэтому то же самое... ...и прикладные результаты участия в мероприятиях подобного масштаба, и их нельзя не учитывать. Ведь там практически все министры участвовали, и министр транспорта Соколов, и министр промышленности Мантуров, и Белоусов, и министр экономики, они все участвовали на этой выставке, все посетили наш стенд. И когда мы сегодня говорим о взаимодействии с федеральными органами власти, ведь объясняться-то легче, когда они понимают, о чем мы говорим, о каких монокристаллах, о каких нанотехах, о каких эрбитеках, то есть я имею в виду обобщенно сейчас, пусть не обижаются руководители компаний. То есть вот в этом смысле цели все достигнут. Я себе не представляю, сколько вопросов было в частном характере. А у вас там война, а у вас там то, а у вас там это, да? То есть нас же все время показывают, кто педофилы у нас, значит, самые лучшие, значит, хиджабы, извиняюсь, не к ночи сказано, плюс там, ну, все то, что вы сами видите в телевизоре, они же видят тоже. И они не видят сегодня наших курортов, они не видят наших аэропортов, они не видят нашей энергетики, которая развивается, в том числе сегодня с иностранным участием. В течение двух недель планируется сформировать детальный план действий по итогам выставки, чтобы не потерять наработанных бизнес-контактов. Для скептиков, которые считают, что вскоре все забудется, первый зампред привел два примера. Первый – это презентованный накануне в Пятигорске авиарейс «Минеральные воды ремени». Это результат работы предыдущей поездки в Италию. Второй пример – электромобили. Мы под них даем субсидии, субсидии неплохие достаточно, да, 350 тысяч на каждый автомобиль – это приличные деньги. Но вопрос, когда будет реализовываться программа, когда можно будет воспользоваться субсидией на покупку электроавто, все ли документы готовы, Виктор Шурупов ответил. В ближайшее время вопрос в нескольких дней. Вопрос в нескольких дней, то есть будем считать, что он решен. Желающие получить субсидию на электромобиль могут это сделать, начиная с первых чисел мая. Татьяна Федорова, Олег Вайкулов, Информбюро. Плацкартные автобусы не пропускать. На Ставрополье идет активная борьба с беспределом, который творят перевозчики в своих автобусах. Демонтаж сидений и полное отсутствие ремней безопасности для многих из них уже стало нормой. Напомню, не так давно на Ставрополье произошла страшная авария пассажирского автобуса «Махачкала-Москва» с грузовиком. В последствии ДТП 5 человек погибло и более 30 получили серьезные травмы. По словам специалистов, такого количества жертв и пострадавших можно было избежать, если бы пассажиры не прилегли отдохнуть. Чтобы не допустить подобных ситуаций, на границе Ставрополя и Дагестана сотрудники безопасности дорожного движения проводят регулярные рейды. Результаты обобщила Кристина Богданова. Данные матрасы стелятся на полы для того, чтобы в пути следования люди отдыхали. Это незаконно? Конечно, незаконно. Мало того, что незаконно, так еще и опасно. В случае аварии шансов выжить у спящих в власти автобуса пассажиров просто нет. Однако рейды, проведенные сотрудниками ДПС на границе Ставропольского края и Дагестана, показали – прилечь отдохнуть не прочь многие пассажиры автобуса. И даже те, кто занял сидячие места, ремнями безопасности пристегиваться не спешат, ведь в этих автобусах их просто нет. Но пассажиры этим не слишком обеспокоены. Нам очень даже удобно. Знаете, когда происходит ДТП, кто не в сиденье, тот чаще всего страдает? Нет, почему? Нам очень даже удобно. Ничего, нормально? Да, мы довольны. Никакой претензии не имею. Не страшно? Нет, не страшно. Безлаберные перевозчики такому настрою рады. И несмотря на все запреты властей, дизайн в своих автобусах моделируют и собственные выгоды. Безопасные сиденья заменяют матрасами или чего хуже – перевозят грузы прямо в салоне. Водители говорят, выхода нет, поток людей с каждым днем становится все меньше и меньше. Пассажиры нет. С Нового года, с Нового года, честного слова, работы нет у нас. Пяти-шести человек, мы катаемся туда-сюда. Что мы зарабатываем, на этой машине тоже ложим эти деньги. Но демонтаж сидений для перевозчиков полбеды, ведь за них номера не снимают. А вот за превышение выбросов в окружающую среду можно и без регистрационных знаков остаться. Было проверено 14 автобусов, въезжающих на территорию Ставропольского края. Значит, 9 из них запрещена эксплуатация, сняты регистрационные знаки. Еще в отношении двух водителей составлены административные материалы в соответствии с действующим законодательством за несанкционированные внесения изменений в конструкцию. За демонтаж сидений штрафа не боятся, его размер не превышает 100 рублей. Однако, если перевозчик не приведет салон в должный вид, размер наказания возрастет более чем в 10 раз. А сейчас мы уходим на небольшой рекламный перерыв во второй части программы. День Победы не за горами, а в крае есть места, где не горит вечный огонь. Сегодня чиновники региона собирали совещание по подготовке к 9 мая. Какие проблемы предстоит решить в ближайший месяц, узнайте через пару минут, не переключайтесь. Спасибо, что остались с нами. Это информбюро программы чистых новостей. В Ставрополе запертый в квартире экстремал попал на больничную койку. За новой 40-градусной бутылкой он отправился не по лестнице, а по бельевой веревке. Что толкнуло человека на странное путешествие, знает Роман Шиповалов. Ради поднятия в крови градуса запертый в доме мужчина не остановился ни перед чем. Помехой для него не стал даже третий этаж высотки. В магазин за зеленым змеем он решил спуститься по бельевой веревке. Но вес мужчины она не выдержала. По пути вниз веревка оборвалась. Экстремал угодил на парапет магазина. За происходящим наблюдал прохожий. Он первый бросился на помощь. Дело в том, что мужчина уже не один день праздновал рождение ребенка. Отчего супруга, мягко говоря, была не в восторге. Уйдя из дома, мужа она заперла на замок, а ключи от квартиры забрала. Но это не остановило новоиспеченного отца. За следующее он решил отправиться таким экстремальным способом. Но, к сожалению, его задумка не оказалась прочной. Спасать пострадавшего на место приехали машины скорой помощи и МЧС. Они спустили его на землю и отправили в больницу. Естественно, веревка его не выдержала. Он упал на парапет, с которого мы его сняли. Успешно черепно-мозговая травма. Эта травма, падение с высоты, доставлена к скорой помощи. Повезут его в 4-ю горбольницу. Праздновать рождение ребенка покупатель-экстремал будет уже не с друзьями, а с соседями по больничной койке. Роман Шаповалов, Информбюро. Медики в Труновском районе – профессионалы своего дела. А вот лечебницы, в которых они работают, оставляют желать лучшего. Сегодня краевые депутаты посмотрели на все слабые места в больницах, чтобы поменять ситуацию. С подробностями Анна Кривецкая. Участковую больницу в селе Безопасном модернизация здравоохранения обошла стороной. Самая большая проблема в главном корпусе. Половина амбулатории закрыта, посреди коридора табличка «Не входить – опасно». В дневном стационаре ситуация не лучше, стены трещат по швам. А ведь в этом месте сейчас лечатся 14 человек. Наталья Яковлевна, одна из пациенток, рассказала депутатам, что медики очень хорошие, но условия для лечения как в страшном сне. УЗИ аппарат – это уже такой древний, что я вам точно говорю. У меня сын хирург в Астрахани работает. Вот он приезжает, он меня повезет в краевой больнице. Вот сегодня он приезжает. В больнице три корпуса и только один в нормальном состоянии. В нем находятся физиокабинет, лаборатория и кабинет стоматолога. Амай Амаев, заведующий участковой больницы, рассказывает, проходимость в лечебнице большая – около 10 тысяч людей. Лечиться приезжают и из соседних поселков. Ремонт в этих стенах нужен всем. Следующую зиму мы не сможем перезимовать, потому что там не отапливается, там шели, стены отходят. Конечно, надо что-то делать. Если ремонта не будет, я не знаю даже, что будем делать. Вторая точка осмотра – врачебная амбулатория в Труновском селе. Здесь обстановка чуть-чуть лучше, но ремонт тоже нужен как воздух. Председатель комитета Думы края по социальной политике Виталий Коваленко отметил, в амбулатории недостаточно медицинской техники. Состояние плачевное, потому что ни капитального ремонта, значит, многие уже кабинеты закрыты, просто закрыты, потому что там небезопасно уже работать и врачу, и пациентам приходить. К сожалению, это сегодня мы все увидели. На всю амбулаторию только один компьютер и тот древнейший. Практически каждый угол в помещении наладан дышит. Дневной стационар еще более-менее, южная стена у нас практически полностью отходит. Как бы внешнее здание хорошее, крыша, все, но внутри оно уже требует ремонта. Еще одна проблема в амбулатории села Труновского – это транспорт. В лечебном заведении только две специальные машины. Одна из них сейчас на выезде, а вторая вообще не работает. Краевые депутаты отметили, приятно, что в каждой больнице работают профессионалы, ведь к таким медработникам не страшно прийти с любой болячкой. С ремонтом этих лечебниц планируют не затягивать и до 2015 года закончить все работы. Скоординируем сейчас все действия, где куда необходимо вложить, в каком направлении. Я скажу, что краевые уже пока достаточно на этом этапе, за исключением краевой больницы. А остальное – это районные и поселенческие, потому что тут беда. Тут беда и на отчете у губернатора, конечно, будем акцентировать на это внимание, что необходимо именно в эту отрасль, в это направление сделать очень серьезный шаг. Анна Кривецкая, Николай Попов, Информбюро. Снесет ли завтра крышу погода? Наша метеоведущая обещает, скорость ветра будет как минимум в два раза меньше. Маша, не томи уже, давай рассказывай прогноз. На Киргизии надвигаются дожди, снегопады и заморозки. В отдельных районах западный ветер усилится до 22 метров в секунду. А как обстоят дела с погодой в крае, узнаете прямо сейчас. Все видеопрограммы вы сможете найти на нашем сайте. СТВ24.ТВ заходите, комментируйте, делитесь нашими материалами в соцсетях. Телефон нашей редакции в Ставрополе 351345. Звоните, и мы обязательно откликнемся. А у меня на этом все. С вами была Анастасия Ямцова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова